Книжные сети Как изменились полки книжных магазинов во время войны? Хочу прочитать запрещенную в России книгу. Что мне за это будет? Отвечает майор полиции в отставке. На книжном рынке России наступила полная цензура. В 2023 году оказалось, мы не можем читать, что хотим, говорить, что думаем и писать то, что считаем нужным. Это случилось почти незаметно. Кому какое дело до книжек, если каждый день что-то по-настоящему ужасное случается в реальности? Я считал, что какие у нас сидят не идиоты, какие они не кровавые дураки, но и они же должны понимать, что идею задавить танками нельзя. Мы говорили тогда друг другу, не посмеют. А самые умные из нас говорили, еще как посмеют. И оказались правы. Это слова Бориса Стругацкого. Вместе с братом Аркадием он писал книги, которые то издавали огромными тиражами, то изымались библиотек, а то и вовсе переставали печатать. Но это никак не сказалось на их популярности. Стругацкие не были диссидентами. Наоборот, они были культовыми советскими писателями. За их новыми книгами у магазинов выстраивались очереди. А еще они десятилетиями боролись с советской цензурой и проиграли. Время и силы, которые они могли потратить на создание новых книг, уходили на унылые кошки-мышки с издателями. Постепенно эта игра становилась все более безуспешной. Но все равно они продолжали пытаться. Ведь они не знали, что с каждым годом свободы будет только меньше. Аркадий и Борис Стругацкий были фантастами. А что делают фантасты? Они пишут о будущем. Но не знают, каким оно будет на самом деле. Товарищи и друзья, после тяжелой болезни скончался председатель Совета Министров Союза СССР и секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин. Если вдруг заболеет товарищ Сталин, что важнее, здоровье товарища Сталина или моя жизнь? Не поддаваться растерянности и панике. Смерть Сталина – невосполнимая потеря наша на дороге, на океан. Но нас не остановить. Дорога на океан Леонида Леонова – одна из любимых книг 27-летнего старшего лейтенанта Аркадия Стругацкого. Эти строки про смерть Сталина он писал искренне, в личном письме брату Борису, которому почти 20, и он студент третьего курса ленинградского матмеха. Борис не плакал, когда умер Сталин, и очень корил себя за такое жестокосердие. Аркадий и вовсе был убежденным сталинистом. Пройдет чуть больше пяти лет, и они оба станут известными на всю страну писателями, автором по имени братья Стругацкий. И напишут о немыслимом для сталинистов, о попытке к бегству советского человека из советского лагеря. Два друга, звездолетчик Антон и структуральный лингвист Вадим, собираются в давно запланированный отпуск на планету Пандора, охотятся на тахорков. Планы друзей нарушает незнакомец по имени Саул. Он убеждает их лететь на незнакомую планету в звездной системе ЕН-7031. Тахоргов там нет, зато есть жестокие дикари. Да и Саул оказывается не тем, за кого себя выдавал. Эту повесть Аркадий и Борис Стругацкий задумали и быстро написали в 1962 году. Стругацкий еще молодые, но уже очень популярные писатели. Всего за пять лет они издали пять повестей, общий тираж которых почти миллион экземпляров. И даже получили третью премию в конкурсе на лучшую книгу о науке и технике для школьников. За историю героического покорения Венеры коммунистами не очень далекого будущего. Это была «Страна багровых туч», их первая повесть, которая сразу сделала их знаменитыми. Достать «Страну багровых туч» совершенно невозможно. Отношение к нам в изнательствах и редакциях весьма изменилось. Теперь нам говорят так. «О, здравствуйте, Аркадий Натанович! Впрочем, может быть, вы Борис Натанович? Нет, все равно очень приятно. Что же вы, батенька, к нам не приходили?» Стругацкий продолжает писать. И каждая новая повесть только укрепляет их популярность. Когда я на сдаче экзаменов по вождению обнаружил, что инспектор Гори знает нашу фамилию, я был потрясен до глубины души. Книга в СССР стала не только доступной для народа. Она вошла в его быт как предмет первой необходимости. Несмотря на огромные тиражи, достать книжки очень сложно. Но если ты не успел купить книгу в магазине, ее можно взять в библиотеке. Только чтением поклонники не ограничиваются. Книги Стругацких переписывают вручную, перепечатывают на машинках, постранично фотографируют, а иногда просто воруют. То же самое происходит с повестью Солженицына «Один день Ивана Денисовича». История зека Ща-854, напечатанная в крупнейшем литературном журнале «Новый мир», стала откровением для советских читателей и символом идеологической и культурной оттепели. Это случилось не само собой. Главный редактор «Нового мира» Александр Твардовский просил разрешить публикацию повести лично у первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. И тот, прочитав рукопись, такое разрешение дал. Сперва один день публикуют в журнале «Новый мир», потом допечатывают тираж, потом почти сразу переиздают. Но этого недостаточно, и чтобы прочитать Солженицына, люди идут в библиотеку и записываются в очередь. После публикации одного дня поток лагерных рукописей таков, что Твардовский шутит. Как бы нам ни пришлось переименовать журнал в каторгу и ссылку. Аркадий Стругацкий знает о лагерях не по книгам. Будучи курсантом военного института иностранных языков, он принимал участие в допросах японских военнопленных. Это у него была такая практика. Что именно он увидел тогда в лагере, Аркадий никому не рассказывал. Но то, что дозволено дебютанту Солженицыну, не разрешается известным писателям Стругацким. Им нельзя даже вскользь написать о советском лагере. Концлагерь пришлось все-таки переделать в немецкий. По настоятельному требованию начальства в молодой гвардии. Попытка к бегству – это первая книга, работая над которой Стругацкий напрямую сталкивается с цензурой. Конечно, правки бывали и раньше. В том числе довольно странные. Кто зачем-то попросит упомянуть в рассказе советско-китайскую дружбу, то он настоятельно рекомендует избавить персонажа от военного прошлого. Мол, не стоит отправлять в космос танкиста. Но тут потребовали еще и название поменять. Сначала было… Возлюби дальнего. Как выяснилось, это высказывание Заратустры у Ницше. Нельзя. Стругацкий соглашается. И продолжает работать. Как и многие советские фантастические фильмы того времени, первые книги Стругацких – коммунистические утопии, в которых прекрасные люди будущего покоряют космос и перестраивают Вселенную под себя. В этих книгах Стругацкий создали мир, который легко было представить советскому читателю. И в котором так хотелось жить. Но так было до попытки к бегству. Это небольшая повесть, переломная в творчестве Стругацких. В ней происходит столкновение безоблачного мира будущего с реальностью, в которой есть несправедливость и боль, и концлагерь. Один из героев книги – беглец из прошлого. Стругацкий не объясняет, как он там оказался, как работают технологии будущего или кто такие тохорги. И в этом огромное обаяние их книжек. Но все-таки, как человек из середины 20 века очутился в 23-м? А никак, тошно ему здесь у нас стало. Вот и сбежал. За следующие два года, 63-64, Стругацкий напишет три повести. Две из них, «Понедельник начинается в субботу» и «Трудно быть богом», станут настоящими суперхитами. «Понедельник» – книга о научно-исследовательском институте чародейства и волшебства. Самая веселая и оптимистична в библиографии Стругацких. Но цензура и тут нашла к чему придраться. Сейчас книжки обычно пропадают уже с полок магазинов. Советская цензура начинала взаимодействовать с текстом еще до его публикации. В каждом издательстве, в каждой редакции сидели люди, которые читали рукописи, проверяя, нет ли в них чего-нибудь запрещенного, государственной тайны или сомнительных мыслей. Цензоры не носили формы. Это были обычные клерки, работавшие с 9 до 5. Но помимо цензоров тексты читала и вся остальная издательская машина. Рецензенты, редакторы, редакционный совет, главный редактор, наконец. У каждого из них было свое представление о том, какая литература нужна советскому читателю. И кроме того, собственная, иногда осознанная, а иногда рефлекторная сама цензура. Проскочит в тексте вредная мыслишка, а потом у всего издательства будут проблемы. Что же могло привлечь внимание цензора? Все что угодно. Например, шуточный стишок. «Вот по дороге едет зим, и им я буду задавим». Цензура потребовала убрать слово «зим» из повести «Понеделек начинается в субботу». Потому что «зим» — это машина, сделанная на заводе имени Молотова. Молотов — старый большевик. Он стал членом правительства еще в 20-е годы, при Ленине. Именно Молотов подписывал пакт, разделивший Европу между Советским Союзом и фашистской Германией. Этот договор успокоил многих в нашем правительстве. Молотов остался во власти и после смерти Сталина. А в 57-м попытался сместить Хрущева. Неудачно. Расстреливать его, как в сталинские времена, не стали. Просто сослали в Монголию. Послом. А завод, естественно, переименовали. Предложили, чтобы стишок звучал так. Вот по дороге едет «Зил», и им я буду задавим. И что же? Главлит охотно на этот собачий бред согласился. Главлит — Главное управление по делам литературы и издательств. Можно сказать, Министерство цензуры. Повесть «Трудно быть богом» тоже задумывалась авторами, как веселая и даже легкомысленная. Так у Дюма, и не смей мне противоречить, хоть одну-то повесть без современных проблем в голом виде, на коленях прошу, мерзавец. Шпак, не шпак, кардиналов, портовых кабаков. Какое-то время они всерьез обдумывали такую книгу, но потом бросили. Поводов для легкомысленного веселья становилось все меньше. Что здесь изображено? Говорят, что нарисован вид Москва на город. Так, не смотри, ничего не уйдет. В самом конце 1962-го Никита Хрущев, архитектор «Оттепель», пришел на выставку советских художников-авангардистов. Он был в ярости от выставленной там мазни. Гневная речь Хрущева стала понятным сигналом для реакционеров. Вот почему хочется высказать свою признательность и благодарность нашей партии и правительству за решительную борьбу против проявлений в нашем искусстве модернистических тенденций Запада. «Оттепель» завершалась, режим качнулся в обратную сторону. Коснулось этой фантастики. «Не надо иллюзий, не надо надежд на светлое будущее. Нам не управляют жлобы и враги культуры. И они никогда не будут с нами. Они всегда будут против нас». В марте 1963-го года Аркадий Стругацкий посетил заседание Московской писательской организации. Выступал живой классик советской научной фантастики Александр Казанцев. Автор повести «Пылающий остров», которую 15-летний Аркадий взахлёб читал в «Пионерской правде». В своём ярком и яростном выступлении Казанцев обвинил некоторых писателей-фантастов в безидейности, в антинаучности и чуть ли не в фашизме. «У меня холодный пот выступил. Все сидели, как мёртвые, уставясь в стол. Никто ни звука протеста не проронил. И вот что тогда я понял. Что в первый раз в жизни столкнулся с его величеством, мстящим идиотом. С тем, что было в 37-м, в 49-м. Трусость мною овладела страшная. А потом я так рассверепел, что трусость исчезла. Да не столько страшно, сколько тошно. Мерзко и гадко, как от тухлятины. В такой атмосфере писать веселую повесть о светлолихих коммунарах будущего, покоряющих обозримую и необозримую вселенную, Стругацкие больше не хотят. Они возвращаются на Землю. Космолётчик Жилин возвращается на Землю. Он приезжает в маленькую южную страну, где все счастливы. По крайней мере, так кажется на первый взгляд. Но Жилин, сотрудник Планетарного Совета Безопасности, знает, что это впечатление обманчиво. Он должен понять, кто производит и распространяет новейший электронный наркотик слег. Рукопись «Хищных вещей века» прочитал Иван Ефремов. Автор «Туманности Андромеды», непререкаемая величина в советской фантастике, Ефремов позвонил Аркадию Стругацкому и предложил зайти поговорить. «И вот что он мне сказал. Мир, описанный нами, настолько ярок и страшен, что не оставляет никакой надежды на что-либо хорошее для человечества. Это не советская фантастика, а западная. С ужасом и горящим перед будущим». Ефремов был уверен, что у книги будут проблемы. Поэтому предложил Стругацким сделать следующее. Во-первых, дать под заголовок «Книга первая». А во-вторых, пообещать, что в продолжении «Хищных вещей» Жилин обязательно докажет обдолбанным слегом жителям маленькой южной страны очевидную для каждого советского человека истину. Коммунизм – самый правильный и привлекательный общественный строй, который только возможен. «Мы идем под флагом ярко-алым, под великим стягом октября». Никакого продолжения Стругацкий само собой писать не собирались. Главный редактор подписал поиск печать, но в типографию она так и не ушла. «Ты спрашиваешь о том, в каком состоянии хищные вещи века? Матрицы поставлены в машины и готовы начать шлепать десятки тысяч экземпляров в день. Все на готове. Только цензор оказался сукой». Имя цензора история не сохранила, но вот что известно. Цензором была женщина. С виду обычная конторская служащая. У нее не было претензий к повести Стругацких. Зато был конфликт с кем-то из редакции. И это был удобный способ насорить издательство. Цензор высказал несколько сомнений, среди которых было и такое. Поведение главного героя – это шпионаж в капиталистической стране. А ведь советский гражданин будущего не должен вести себя, как опасный авантюрист. Все ждали вердикта директора издательства, товарища Милентьева, который пребывал в продолжительной заграничной командировке. А когда директор вернулся, он устроил грандиозный разнос. Милентьев начал с нападения и нападал практически все время. Нес околесицу, совершенно, между прочим, не цезурную. А когда он прямо сказал, что конец повести находится в прямом противоречии с идеологией издательства, спорить стало невозможно. Ирония в том, что Милентьев потребовал, чтобы в конце повести главный герой, Жилин, принимал решение заняться не воспитанием местных жителей, а делами похлещей. То есть наоборот, вести себя как опасный авантюрист, против чего выступала цензура. Стругацкие подчинились. Хищные вещи века еще немного покалечили и сдали, наконец, печать. У меня уже выработалось в повестушке некое брезгливое отношение. Слишком уж она захватана грязными руками. И не отмыться ей никогда. Огромный бесконечный лес, в котором творятся странные дела. Великое разрыхление и необходимое заболачивание. Спокойствие и слияние в целях одержания. Живые мертвяки и жрицы портоногенеза. Исследователь леса Кандит не помнит, как сюда попал, но знает, что отсюда надо выбираться. А над лесом, на плато, расположено управление по делам леса. Сотрудники управления ничего не знают о лесе и о том, кто там живет. Они занимаются изучением леса, искоренением леса, вооруженной охраной леса, научной охраной леса и многим другим. Для этого работают на сломанных арифмометрах, ловят сбежавшие машины и пьют кефир. Филологу Перецу нельзя находиться в управлении, но покинуть его он тоже не может. Он мечтает попасть в лес, но почему-то становится директором. Улитка на склоне одной из самых значительных произведений братьев Стругацких. Так они сами считали. Это повесть о будущем, которая совершенно не совпадает с любыми нашими представлениями о нем. А еще это повесть о настоящем, в котором люди все время думают о будущем, швут ради будущего, провозглашают лозунги во славу будущего, сами гадят на это будущее, искореняют это будущее, всячески изничтожают ростки его, что будущее сформировалось не таким, каким оно способно быть, а таким, как нам бы хотелось сегодня его увидеть. Улитку Стругацкий написали в 1965-м, но целиком повесть издать не получилось. И авторы разделили ее на две части. Первую посвященную лесу опубликовали в следующем году в ленинградском сборнике фантастики. Прошелестел легкий, но очень малодостоверный Слушок, будто Байкал с улиткой на склоне уже вышел. Но у кого я не спрашивал, никто ничего не знает. Слушок оказался правдой. В 1968 году бурятский журнал «Байкал» напечатал главы правоуправления, вторую часть книги. Это вызвало немало ажиотаж. Выпуск мало кому известного провинциального журнала немедленно стал дефицитным товаром. При официальной цене в 60 копеек с рук он продавался по 5 рублей за номер. Это произведение, названное фантастической повестью, является ничем иным, как пасквилем на нашу действительность. Авторы не говорят, в какой стране происходит действие, не говорят, какую формацию имеет описываемое ими общество. Это конгломерат людей, живущих в хаосе, беспорядке, занятых бесцельным, никому не нужным трудом, исполняющих глупые законы и директивы. Здесь господствует страх, подозрительность, подхалимство, бюрократизм. Чему учит это произведение? Под знаменем каких идеалов выступают авторы? Это из рецензии товарища Александрова, опубликованной в мае 68-го года в газете «Правда Бурятии». Первый в целом списки разгромных текстов, посвященных улитке. Номера журнала «Байкал», где были напечатаны Стругацкие, изъялись в библиотек и поместили в спецхрам. Это место, где хранились любые издания, которые, по мнению цензуры, могли смутить советского гражданина. Чтобы их почитать, требовался спецдопуск. Стругацкие знали, после такого улитку на склоне больше не опубликуют, тем более целиком. Но хотя бы кто-то успел ее прочитать. Сотрудники научно-исследовательского института чародейства и волшебства пребывают в Китишград. Здесь они должны забрать для своего института несколько магических существ и предметов, но сталкиваются с деятельностью тройки по рационализации и утилизации необъясненных явлений. Эта тройка в составе четырех человек обладает большой круглой печатью, которая делает любое их решение, пусть даже самое абсурдное и бессмысленное, неоспоримой реальностью. Сказку о тройке Стругацкие придумали, чтобы развлечься. Формально сказка была продолжением повести «Понедельник начинается в субботу», но, по словам самих авторов, была писана «желчью» и «уксусом». Борис прибыл в Москву в связи с отвергнутием сказки о тройке. После первого отказа Стругацкие отнесли рукопись еще в несколько редакций, издательств и журналов. Они называли это… Стрелять по площадям на авось вдруг где-нибудь, как-нибудь божьим попущением и проскочит не проскочило. В стране снова перемены. Брежнев вместо Хрущева 23-й съезд КПСС решительно выступает против фальсификации истории, близится 50-летие Октябрьской революции и от всех сознательных граждан требуется повышенная идеологическая бдительность. В такой обстановке повесть, насмехающаяся над сталинскими судами-тройками, теми, что отправили на смерть больше миллиона человек, редакторов скорее пугало, чем веселило. История человеческого племени хранит на своих страницах немало позорных свидетельств варварства и недомыслия. Грубый невежественный солдат заколол Архимеда, вшивые попы сожгли Джордана Бруно, оголтелые фанатики травили Чарльза Дарвина, Галилео Галилеи, Николая Вавилова. История Клопов также сохранила упоминания о жертвах невежества и абскурантизма. Больше всего цензуру беспокоил и возмущал отрывок с монологом разумного Клопа-говоруна. Стругацкие сами не понимали, почему. Отрывок читал сам Романов, это глава Главлита, и заявил, что в отрывке есть некий вредный подтекст. Булучи Робко спрошен, что это за подтекст, Романов только буркнул. Знаем мы, какой. Товарищ Романов знал, о чем говорил. Он был опытным цензором и в общей сложности руководил Главлитом почти 30 лет. Сказку никто так и не решился издать, сокращение правки не помогли. И Стругацкие ее просто переписали. Вы добрызвали в Копске. Иркутск нас встретил солнцем, и мы с удовольствием осмотрели этот старинный город. Новую сказку о Троке удалось опубликовать в Иркутском литературном альмонахе Ангара. Второй вариант повести был совершенно не похож на первый, но оказался не менее язвительным. За грубые ошибки, следствием которых явилось, в частности, публикация идейно-несостоятельной повести А.И.Б. Стругацких, главному редактору альманаха Ангара Ю Самсонову и главному редактору восточно-сибирского книжного издательства В.Фридману объявлен строгий выговор. Решением бюро Иркутского обкома КПСС Ю Самсонов освобожден от работы. Через два года, в 70-м, сказка сама напомнила о себе. Ее опубликовали в Западной Германии, во Франкфурте на Майне, в русскоязычном журнале Грани, пиратским образом. Происходило это примерно так. Рукопись переправлялась на Запад, попадала в редакцию мигрантского издания, где и публиковалась. И автор об этом мог даже не знать. Аркадия Стругацкого вызвали московскую писательскую организацию, где потребовали объяснений. Однако сказать ему было нечего. Тогда от авторов потребовали написать покаянное письмо в литературную газету. О, это было более чем тошнотворное занятие. Тошнило от того, что делать это мы вынуждены. Ну напечатали, напечатали. Кому какое дело? Чего Агаут-то градить ей было? А изображать нам додлежало самое, что ни на есть искреннее возмущение и негодование. Можно было не писать это письмо? Конечно, можно. Осенью 65-го писатели Андрей Синявский и Юлий Даниэль были арестованы за то, что их печатали на Западе. Это был один из первых по-настоящему громких судов над диссидентами. Людьми, которые не пытались свергнуть в советскую власть. Они пытались заставить государство соблюдать его собственную конституцию. Синявский осужден на 7 лет по статье «Аттисоветская агитация и пропаганда». Даниэль на 5. Стругацкие письмо написали. Вот кусочек. Нам совершенно очевидно, что необоснованные и безапелляционные нападки на сказку о Тройке и другие наши произведения со стороны некоторых чрезмерно ретивых идеологических работников местного значения и неквалифицированных возле литературных дельцов-журналистов не дают редакции антисоветского журнала «Грани» никакого права рассматривать нас как своих авторов. Во-первых, поупражнялись в жутком канцелярском языке. Ведь все книжки Стругацких написаны совершенно по-другому. Просто ясно. А во-вторых, вместо того, чтобы критиковать антисоветских издателей, они вдохновенно раскритиковали советских. Главный редактор литературной газеты писатель Чаковский прочитал это письмо и печатать его отказался. А в конце 1972 года Стругацким снова пришлось писать покаянное письмо. И в этот раз его публикуют. Сегодня в литературной газете наш протест. Очень неприятное ощущение. Будто всенародно в чем-то оправдываемся. В чем? Писатель Виктор Банев возвращается в родной город, в котором не было много лет и который до неузнаваемости изменился. Теперь здесь постоянно идет дождь, а по улицам шастают какие-то подозрительные личности. Возможно, это связано с тем, что рядом с городом стоит лепрозорий, в котором содержат мокрецов, людей со странной неизлечимой болезнью. Но зачем лепрозорий охраняют вооруженные солдаты? И почему мокрецам разрешают выходить в город, а детям разрешают входить в лепрозорий? Банев много пьет, и пытаются наладить отношения с дочерью. Но однажды все дети из города исчезают. Эта повесть – фантастический нуар. Герой, которого мрачно пьет, занимается сексом с загадочной красоткой и ничего, совершенно ничего не понимает. Она должна была выйти в 68-м году в издательстве «Молодая гвардия». Лебеди не прошли. От них веяло безнадежностью и отчаянием. Антисоциалистические контрреволюционные силы при поддержке международной реакции готовились к захвату власти. В августе 68-го началась операция «Дунай». Советские войска вошли в Чехословакию. На этом фоне «Гадкие лебеди» – повесть о взрослых, которые пытаются отнять будущее у своих детей, читалась совершенно иначе. Люди, приехавшие из Одессы, рассказывают, что там продается срок машины без гадких лебедей. Пять рублей штука. Это примерно как если бы сейчас распечатанный на принтере текст книги продавали по пять или шесть тысяч рублей. Как этот текст разлетался по стране? Когда Стругацких отказывались публиковать в одном издательстве, они несли рукопись в другое, даже если знали, что там рукопись не напечатают. Зато они знали, что так повесть точно дойдет до читателя. Рукопись шла в нелегальную распечатку прямо в редакции, куда попадала вполне официально и откуда растиражированная попадала в народ. Хождение по редакциям с рукописью «Гадких лебедей» продолжалось больше четырех лет, пока в 1972-м повесть из Непроходной не превратилась в антисоветскую. Хотя Стругацкие не изменили в ней ни слова. Во Франкфурте на Майне имела состояться выставка книгопродукции издательств ФРГ, всяких там ферлангов. От нас выставку посетил Милентьев. Тот самый, который семь лет назад решал судьбу повести «Хищные вещи века». И на стенде иммигрантского издательства «Посев» товарищ Милентьев увидел книгу «Гадкие лебеди». А над нею увеличенные фотопортреты авторов и надпись «Эти русские писатели не примирились с существующим режимом». На этом все. Повесть официально внесли в черные списки всех советских издательств. С 1969 по 1979 на целых 10 лет Стругацких практически перестали публиковать. Помимо нескольких переизданий и редких журнальных публикаций, вот журнал «Ленива», например, у них выходит всего одна новая книга «Боевик. Обитаемый остров». В нем, как потом подсчитали, было 896 цензурных правок. А что происходит, когда у писателя нет публикации? «Хочу каждый день зарабатывать на хлеб». Это очень важно для моей психики. Сознание, что сегодня я заработал на хлеб. И чтобы заработать на хлеб, Стругацкий рецензирует, редактирует, переводит, пишет сценарии для кино, для мультфильмов и даже для диафильмов. С кино Стругацким не очень везло. Большинство проектов, в которых они участвовали, так и остались нереализованными. Но в 1975 году на экраны все-таки вышел фильм, где в титрах значилась фамилия Стругацкий. «Не позорься перед людьми. Пойдем домой». «А где мой дом? Где мой дом родной? Бросила меня моя людка. Уехала. Правильно сделала, что уехала. Правильно. Так жить нельзя. Запомни, товарищ Шакиров». Это была не фантастика, хотя в целом смежный жанр, соцреализм. Зато гонорар был хороший. Вернулся в Москву и прежде всего раздал долги. Теперь у меня их осталось рублей 300, а не полторы тысячи. Полторы тысячи рублей в то время – это почти годовая зарплата инженера. Еще один источник дохода – деньги из-за границы. В 70-х Стругацких печатали там гораздо чаще, чем на родине. Речь, конечно, не о запрещенных книгах, а о тех, которые сперва были опубликованы в СССР. Большую часть гонораров от иностранных издательств советское государство забирало себе, но и до авторов кое-что доходило. Примерно четверть. Одной из самых популярных за границей повестей Стругацких был «Пикник на обочине». Мрачная, но жутко захватывающая история «Сталкера и зоны». Пришельцы высадились, пробыли на земле с десяток дней и, не вступая в контакт, исчезли, оставив после себя так называемые «зоны посещения» настоящей сокровищницы удивительных загадок и опасных тайн. Проще говоря, прилетели, намусорили и улетели. Стругацкие написали «Пикник» в 71-м году, в 72-м повесть публикуют в журнале «Аврора», а книжного издания в Советском Союзе на русском языке пришлось ждать еще целых восемь лет. За это время «Пикник на обочине» вышел на английском, немецком, испанском, шведском, чешском, венгерском, сербском и аж два раза на польском. Даже перевод на молдавский в Молдавской СССР был напечатан раньше, чем книга вышла в Москве. А режиссер Андрей Тарковский даже успел снять, переснять и смонтировать фильм «Сталкер». Стругацкие несколько раз полностью переписывали сценарий и в последнем варианте от повести «Пикник на обочине» в нем не осталось ничего, кроме «Сталкера» и «Зоны». А еще в этот период Стругацкий учится писать в стол. «А я не понимаю», объявил Андрей. «Все это – извращенное толкование, неверное. Эксперимент есть эксперимент. Конечно, мы ничего не понимаем. Но ведь мы и не должны понимать. Это же основное условие. Если мы будем понимать, зачем павианы, зачем сменность профессий, такое понимание сразу обусловит наше поведение. Эксперимент потеряет чистоту и провалится. Это же ясно. С 1967 по 1975 Стругацкие пишут книгу «Град обреченный». Это роман взросления про молодого человека, участвующего в некоем загадочном эксперименте, в течение которого главный герой из правоверного коммуниста превращается в зажравшегося чиновника и мелкого вождя. Они даже не пытаются ее издать. Наступило время, когда рукопись выносить из дома не рекомендовалось в принципе. Ее даже знакомым давать сделалось опасным. И вообще, пожалуй, лучше всего было помалкивать о ее существовании. Поэтому черновик мы прочли вслух у себя дома только с самым близким друзьем. 25 июня 1974 года. Б. был в ГБ. Бориса вызвали в качестве свидетеля по делу советского диссидента Михаила Хейфица. Откровенный еврей. Более того, еврей демонстративно вызывающий. Это про одного из персонажей романа «Град обреченный», прототипом которого стал Хейфиц. Хейфиц был другом Бориса. Поэтому после допроса Стругацкий срочно перепечатывает рукопись в нескольких экземплярах и отдают на хранение надежным людям, у которых она и лежит следующие 15 лет. Почему? Причин было множество. И крамольное рассуждение героев о построении коммунизма. И жутковатая сцена с игрой в шахматы, где противником был кто-то, очень похожий на Сталина. Или то, что одним из персонажей был унтер-офицер гитлеровского вермахта, который так быстро нашел общий язык с главным героем. А в самом главном герое Андрей Воронин, комсомолец, ленинец, сталинец, правовернейший коммунист, борец за счастье народа, с такой легкостью, непринужденностью, превращающейся в вершителя человеческих судьб. По ходу работы над этим романом Стругацкие вырабатывают принцип. Писать в стол надо бы на так, чтобы напечатать это было нельзя, но и сажать, чтобы тоже было вроде бы не за что. В 82-м году с помощью этого метода они создают повесть «Хромая судьба». Пишут в стол о пожилом писателе, который сам пишет в стол. Он понимает, что бороться бессмысленно, да и нет у него сил на борьбу. Но по вечерам, закрыв дверь и задернув шторы, он достает из стола синюю папку с рукописью, которую никогда и никому не покажет. Ничего у меня теперь нет. Ну, напишу я этот сценарий, ну, примут его. И влезет в мою жизнь молодой, энергичный и непременно глупый режиссер. И станет почтительно и в то же время с наглостью поучать меня, что кино имеет свой язык, что в кино главное образы, а не слова. Какое мне дело до него, до его мелких карьерных хлопот, когда мне наперед известно, что фильм получится дерьмовый и что на студийном просмотре я буду мучительно бороться с желанием встать и объявить «Снимите мое имя с титров». Откуда мне знать, может быть, синяя папка, тихая моя гордость, непонятная надежда моя, тоже никакая не баранина, а та же псина, только с другой живодер. В синей папке повесть об усталом писателе. Он возвращается в родной город, в котором не было много лет и который изменился до неузнаваемости. Теперь здесь постоянно идет дождь. В синей папке «Гадкие лебеди» запрещенная повесть самих Стругацких, написанная за 15 лет до этого. Уважаемые товарищи депутаты, в эти дни в Кремле происходят события, означающие, что политическая история Советского Союза в муках, в борьбе с трудностями и осложнениями вступает новый демократический этап. В противоречиях и жестких столкновениях рождается новый Советский парламент. Рождается новая система. Появление в 1989 году полного текста «Хромой судьбы» в великолепном издании не произвело ни шума, ни сенсации и вообще вряд ли даже было замечено читающей публике. Страны, в которой Стругацких не печатали, скоро не станет. Перестройка идет полным ходом, провозглашена гласность, ликвидированность спецсохраны. И все книги Стругацких, запрещенные или написанные в стол, потихоньку, одну за другой, начинают издавать. Улитка на склоне опубликована через 23 года после написания. Гадки лебеди через 21 год. Сказка о тройке через 20 лет. Град обреченный через 17. Теперь печатают все. Часто на плохой бумаге с опечатками, типографским браком. Зато большими тиражами в разных издательствах, в государственных и кооперативных. И за все положен гонорар. Впервые Стругацкие могут не думать о деньгах, потому что деньги есть. Их много. Теперь можно писать о чем угодно и как хочется. Но они почти не пишут. Не пишут вместе. Борис в это время всерьез интересуется политикой и экономикой, как, впрочем, и вся страна, а вот Аркадий из весельчака и туши любой компании превращается в затворника. Сил у него все меньше, работать ему все тяжелее. В 60 с небольшим он становится стариком. Аркадий болеет, почти не ходит, сидит дома и пьет дешевый коньяк, разбавленный холодным чаем или компотом. Один к одному. Он может купить любые импортные напитки, но этот странный коктейль ему и привычнее, и вкуснее. Идея написать пьесу про людей современных, удивительных, веселых, немного злых и оптимистов великих. Давай, Боря, диалоги, монологи, полилоги, образа бы создали смачные. Как ты, дружище? Про веселых, свирепых оптимистов, умных, знающих, честных. А? Давай попробую. Эти строки Аркадий написал брату в самом конце 61-го года. С тех пор к идее пьесы Стругацкие возвращались не раз, но написали ее лишь 29 лет спустя, когда печатать можно все или почти все. И в этот период максимальной свободы Стругацкие снова пишут о концлагере. Называлась она «Жиды города Питера». В ней не было свирепых оптимистов, но были испуганные люди, которым надлежит явиться на собственную казнь. Напечатали пьесу в том же 90-м году. Она оказалась последним произведением автора «Братья Стругацкие». В самых разных своих книгах Стругацкие писали, что будущее окажется не таким, каким мы его себе представляем. Не хорошим и не плохим, а просто другим. Так и случилось. История взаимоотношений Стругацких и советской цензуры длилась больше четверти века. В архивах сохранились сотни документов. Заявки, рецензии, договоры, обоснования, бесконечные правки, переписка с редакциями, с агентством по авторским правам и даже с Центральным комитетом партии. Они не отказываются от Стругацких, но у них плохо с бумагой. А в портфеле издательств годами дожидаются своей очереди рукописи авторов гораздо более талантливых и нужных нашей молодежи, нежели Стругацкие. Время и силы, которые ушли на борьбу за тексты и публикацию этих текстов, могли быть потрачены на новые повести. Почему же цензурный организм советского государства так упорно противодействовал Стругацким? Ведь они долго и совершенно искренне, в отличие от многих, верили в коммунизм. Они честно и настойчиво искали пути к тому светлому будущему, которое лицемеры провозглашали с трибун. Если для нас коммунизм — это мир свободы и творчества, то для них это общество, где население немедленно и с наслаждением исполняют все предписания, партии и правительства. Даже в самых первых книгах их персонажи — люди со своими страхами, слабостями, с дурным характером, живые. Но в мире, где каждый всего лишь единица из множества, индивидуальности мешает. Гораздо проще судить по цвету кожи, паспорта и пальто, языку, возрасту и гендеру. Требуется немало сил, чтобы разглядеть напротив лицо человека. И именно этих сил часто не хватает. Сегодня, когда на улице городов снова танки, книги Стругацких читаются по-другому. Они не умели предсказывать будущее, но отлично в нем разбирались. И тут раздался голос. Да перестаньте вы кричать, перестаньте размахивать руками и угрожать. Неужели так трудно прекратить болтовню и несколько минут спокойно подумать? Вы же прекрасно знаете, что дети ваши ушли от вас по собственному желанию. Никто их не принуждал, никто не тащил за шиворот. Они ушли, потому что вы стали окончательно неприятны. Не хотят они жить больше так, как живете вы и жили ваши предки. Вы очень любите подражать предкам и полагаете это человеческим достоинствам, а они нет. Не хотят они вырасти пьяницами, развратниками, мелкими людишками, рабами, конформистами. Не хотят ваших семей и вашего государства. Вы можете быть совершенно спокойны за своих детей. Им будет хорошо, лучше, чем с вами и много лучше, чем вам самим. Подумайте. Попытайтесь подумать, что вы можете дать детям. Поглядите на себя. Вы родили их на свет и калечите их по своему образу и подобию. Подумайте об этом. А теперь расходитесь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok